В Красном Кресте всем помогают, а вот кто бы помог больнице? Две недели назад один из народных избранников попал в БСП и ужаснулся. Ремонты, которые проводились в больнице скорой помощи, я сошлюсь на хирургии, проводились в лучшем случае 70-х годах. То есть мы встречаем обшарпанные стены, отсутствие разбитых кафель. Оказалось, состояние медицины волнует не только депутата Фоменко. Недавно, например, Альберт Русанин два с половиной часа ждал скорую для своего ребенка. А все потому, по словам депутата, что вместо шести детских бригад во Владимире две. И на них всего один врач-педиатр. Народные избранники посовещались и решили обратиться с депутатским запросом к губернатору и директору облздрава. БСП нужно отремонтировать, закупить оборудование, мебель и решить вопрос с питанием. Ситуация вообще и в других лечебных учреждениях не очень хорошая. Мы знаем все прекрасно, что у нас прошла замечательно на ура при бывшем руководстве области программа модернизации здравоохранения. И выделены колоссальные деньги. Куда вот они делись, мне непонятно. До сих пор. Оказалось, непонятно это не только депутату Горячевой. Нардепы решили попробовать инициировать проверку и узнать, куда пошли деньги. Что же касается специалистов, по словам главы города, в ближайшее время во Владимир приедут 74 интерна из Иваново. А оборудование... В ноябре месяце пока ничто не мешает нам получить 200 кроватей, 200 комплекта коек-трансформеров с оборудованием из города Ирландии, которые, соответственно, должны разойтись в Красный Крест и небольшая часть обещана в 4-ю и 5-ю больницу. После разговоров о проблемах здравоохранения народные избранники перешли к основному вопросу повестки дня – увеличение платы за соц. найм жилья. Сейчас жители Владимира отдают 48 копеек за квадратный метр. А с 2014 года должен начать действовать новый закон, по которому всем за капремонт жилья нужно будет доплачивать по 6 рублей с метра. За приватизированные квартиры заплатит собственник, а за социальные оплату решили поделить между квартиросъемщиками и муниципалитетом. В противном случае бюджет не выдержит. Мы получим с вами 36 миллионов для того, чтобы исполнить функцию муниципалитета по оплате за капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд. Цифру все представляете. Мы с вами предлагаем сегодня ровно половину меньше. Сегодня депутатам представили новую методику расчета оплаты за социальное жилье. Платить за него в среднем придется в 6 раз больше. Но по сути это лишь потому, что ставка во Владимире слишком низкая. Если сравнить ее с федеральными требованиями, людям наоборот идут навстречу. То, что мы в 6 раз увеличили плату, упаси Господь. Сегодня в средственной массовой информации говорю, что не увеличивая в 6 раз, оставляем 0,48, но при этом добавляем 2,70 из 6 рублей возможных. То есть на грузском муниципальный сектор 45% от расчетной позиции. Эти деньги пойдут на капремонт и реконструкцию жилого фонда. От платы освобождаются малоимущие. Депутаты предложили дать льготы и тем, кто живет в домах с большой степенью износа. И хотя не все народные избранники смирились с повышением оплаты за соцнайм, большинством голосов новый порядок оплаты приняли. Так что с нового года жителей Владимира ждет очередное повышение оплаты за коммуналку. Юлия Кузнецова и Ян Захаров. Шестой канал.